Игрок Казанского Рубина Илья Балясников отвечает на наши вопросы после матча с Чертаново. Илья, в чем заключался план на игру, за счет чего планировали нивелировать атаку соперника? За счет позиционной обороны, прессинга. Там или контратака, или позиционная атака тоже была у нас в планах. Более-менее все получилось. Просто потеряли концентрацию и пропустили два гола. Прокомментируйте эпизод с вторым пропущенным мячом. Чего не хватило для того, чтобы дотерпеть? Казалось, что последние минут 10 сил не хватило, потому что подсели немного. Я повторю, просто оборонялись, оборонялись. Видимо, кто-то уже подустал. Наши центральные защитники, видимо, чуть-чуть концентрацию один потерял и пропустили. Какие цели Рубин ставит перед собой на оставшуюся часть сезона, на заключительный матч и чемпионат? Стараться в играх, развиваться как команда и как единичные игроки. Большое спасибо, Илья Балясников, игрок Рубина. Футболист Чертанова Александр Попов отвечает на наши вопросы после матча с Рубином. Александр, поздравляем с победой. Ваши эмоции и впечатления после окончания игры? Наконец-то удалось победить за последние три тура. Чего-то всегда не хватало. В прошлой игре вроде контролировали всю игру. Было много атак, но немного не хватало. Сейчас уже наконец-то удалось победить еще и на своей арене. Приятно. За счет чего, на ваш взгляд, удалось переломить, ну не то что переломить, да, дожать соперника, забить победный мяч в концовке встречи? У нас так работает, что когда мы ведем, мы как-то расслабляемся. Когда пропускаем гол, мы сразу как-то раскрепощаемся, у нас идет игра. Ну, за счет этого. Ну и заключительный вопрос. Какие планы Чертанова ставит перед собой на заключительную часть сезона, концовку чемпионата, скажем так? Конечно же, все игры выиграть оставшись. Большое спасибо. Удачи в следующих матчах. Радик Назипович Гадеев, тренер Рубина, отвечает на наши вопросы после матча с Чертановым. Ну что, в первую очередь, не получилось сегодня? Вот чего не хватило для того, чтобы удержать ничейный хотя бы результат, потому что пропустили в самой концовке обидный гол? Мы не играли на удержание. Мы пытались, и вот в этом случае, когда счет был один-в-один, 1-1 создавать острые моменты ворот соперника. И были такие предпосылки для быстрых атак. Но, к сожалению, немножко недоработали. Передача не точная. Но так, на ничем мы не пытались ни удерживать, ни играть. В перерыве произошла замена в составе вашей команды. Четыре новых футболистов на поле появилось. Это было планово или реакция на произошедшее в первом тайме? Это была плановая замена. Это была плановая замена. Хорошо. А финальный вопрос. Какие планы Рубин ставит перед собой на заключительную часть сезона? Планы здесь всегда одинаковые. Победы в каждом матче. От матча к матчу идем. Только такие планы. Большое спасибо. Удачи вам в следующих играх. Спасибо. Валентин Сергеевич Акарачков, тренер Чертанова, отвечает на наши вопросы после матча с Рубином. Валентин Сергеевич, ваши эмоции и впечатления от сегодняшнего матча? Ну, если коротко, то, можно сказать, результат положительный. Хотя по игре не совсем нас все устраивает. Почему? Потому что и реализация опять хромает, мастерства не хватает. Ну, что остается нам только тренироваться, дальше точить, точить. И, соответственно, сегодня не понравилось это. Есть такая игровая дисциплина, которую нужно выполнять. Вот некоторые игроки у нас сегодня немножко сбились, отошли немножко. И поэтому и гол, в принципе, из-за этого пропустили. Да, и какие-то моменты позволяли сопернику создавать возле наших ворот. Хоть их было немного, но тем не менее. Вот. Такой комментарий. В концовке встречи, как вы считаете, за счет чего удалось дожать все-таки Рубин и забить победный мяч? Ну, знаете, у нас и до этого моментов, я так считаю, владели преимуществом территориального момента были. Но где-то не везло. Но тем не менее, в конце все-таки ребята хотели сегодня победить. И характер проявили до последнего. Там и ноги сводили. Но никто, как говорится, руки не опустил. До последнего хотели выиграть. И, видите, футбольный бог вознаградил. Большое спасибо. Удачи в следующих матчах.